Всем привет, друзья! Продолжаем проходить приключения руин за пределе. Первое крыло мы с вами уже прошли и плавно передвигаемся во второе и ждет нас следующий босс. Это матушка Шахрас, которая обладает способностью парирования и контратака. Любую первую атаку этот босс блокирует и наносит в ответ такой удар. Играть будем за жреца. Именно этот класс обладает большим количеством контроля, лечения и в принципе босса получится достаточно просто пройти. И самое главное, добавил в эту колоду максимально возможное количество уничтожения пушек. Здесь есть и кислотные слезняки, и Харрисон Джонс, даже есть кровожадный корсар. Кстати, можно было взять еще одного корсара вместо Зефриса. Помимо всего, есть даже молодой хмелевар, чтобы в случае чего можно было бы вернуть какого-нибудь кислотного слезняка и повторно сломать пушку босса. Пушку босса уже есть. Ни слезнюка, ни даже корсара нет. Ну, хотя бы есть Харрисон, но это на пятый. Ладно, пока украденные мысли. И тут, смотрите-ка, шестирукая вечеринка просто. И сам босс, кстати, тоже. Походу, дело из этой расы демонов. Еще и копает демонов. Придется, скорее всего, давать Талнаса в темп, хотя можно даже закинуть и исповедь, чтобы хоть какой-то урон получать поменьше. Иначе у нас тут просто этой самой пушкой просто заколбасит босс. То есть наша основная задача это лишить босса самого главного оружия, то есть всех возможных пушек. Не будет у босса пушек. За счет существ, за счет вот этой обилки, он толком нам ничего не сделает. По фактигу мы с вами его выиграем. Нам останется только все это перетерпеть, залечиться. Талнаса пока просто в темп дадим. Чисто ради прокрутки колоды, чтобы найти там слезнюка. Так, и с ультрас, да, это уже достаточно мощная пушка. Талнаса игнорит. Находим, находим слезнюка, отлично. Сразу же его и закинем. Возвращаем сразу же в руку. Я думаю, это гораздо темповее плей, чем разыграть Харрисона. Плюс дек невероятно сильно прокрутится. Харрисон дорогой и медленный. И тут еще один с ультрас. И вот смотрите, как работает обилка. Урон босс блокирует и в ответку наносит такое же количество урона, которое он заблокировал. Ну, примерно так эта обилка работает. Ладно, смотрим, что нам даст воззвание. В принципе, можно закинуть. Сразу же пробавчик и слезнюка. Если что, есть Харрисон. Нам желательно уже начинать лечиться, потому что здоровья мало. А тут еще такой жирчик вываливается, да. Ну, есть еще и вороватый кобальт, если что. Если что, воровать еще и пушки. В принципе, мы защищены. А пушек мы с вами защищены. И получаем доп. ресурсы с сетокской ворожеи. Это запретные слова. Ударяться не будем. Смысла, когда у вас на столе одно существо атакующее, атаковать смысла нет. Потому что эта атака тупо блокируется. И никакого урона мы не наносим. Только сами себя дамажим. Здесь же можно будет забрать берсерта запретными словами. Блин, берсерт пробафался, да. Теперь не получится водоноса закинуть. Ну, ладно, тогда просто закинем шивару. Пролечимся обилочкой. У нас был сперва запрет. Хотя, как я бы сперва кинул запрет. Ну, в общем, перед разменом нужно было бы закинуть водоносы и запретные слова. Ладно, не суть. Вариантов плей достаточно много. Потому что существ в колоде просто предостаточно. Да и карт. Но эту пушку мы с вами воровать не будем. Будем воровать пушку именно с корсарского тайника забафанную. Так что эту пушку можно проигнорить. Пока просто лечимся, я думаю, водоносом. Не обилочку. Нужно восстанавливать здоровье. Ждем следующую пушку. Но тут у воевода, да. Воевода, кстати, с натиском. Но он умирает, если ударится. А, блин. В ответ уже 5 урона наносится. Потому что босс блокировал 5 урона. Ну, это офигенно. И, слушайте, контроль получается с этой билки. Здесь, чтобы забрать воеводу, нужно будет отдавать уже как минимум 2 ремула. Обычными существами предсмертный хрип никак не вскрыть. Значит, перерождается 5-9. И, соответственно, запретные слова должны будут убить. Да, все нормально. 19 хп, это нормально. Пушка слабая, карту босса мало. В принципе, задефались. Эту пушку сразу же с вами и заберем. Вороватый задиры будет круче. Куда уж еще сильнее карты добирать. И ударяться смысла нет, потому что это одна атака. Мы просто нанесем себе 3 единицы урона жрицы ярости. У нас, кстати, тоже есть жрицы ярости. И мы ее, я думаю, сейчас и разыграем. Оставим 1 хп его жрицы ярости. И своей, я думаю, уж точно добьем. И лечимся. Лечим даже водоноса, чтобы пролечить именно гарантированное наше лицо. Так, 1 единицу урона блокируют. И в ответ наносят также 1 единицу урона. Но это нормально. Эту обилку обыгрывать вот этой пассивкой нормально. Ну, правда, вот эта пассивка работает в конце хода. Что не прикольно. Поэтому все-таки ударимся, я думаю, лицом. В ответку получим также 3 урона. И гораздо больше нанесем сами. И лечим жрицу ярости. Давай, водонос, лечи себя, наверное, лучше. И мана на стенку остается, закинем. Особо сильно не выставляемся, потому что могут быть зачистки. Вот вам и хихрь клинков. Ну, который называется вот что-то существо. Там у нас водонос, да. Так, значит, ударимся тогда стеночкой, чтобы получать как можно меньше урона. И идем дальше у лицом. Больше, плюс по всему, больше урона наносим. Блокируется только 2 урона. И сразу же еще одну стенку закинем. Даже без Алекстраза, таким образом, потихонечку босса мы дамажим. Швара убивает стенку и сама же отъезжает. Даже если пушка у босса будет, мы его добьем. И заходит Алекстраза, но это будет гораздо быстрее добить босса. Ударяемся. Сейвим наших существ. В ответ получаем 3 урона. Кстати, кстати. Вот так вот Димон мясанул, летал. Если бы ударился с первой стенкой, было бы заблокировано только 2 урона. И это был бы ровно летал с Алекстраза. Но в любом случае, босс не хилится. От Алекстраза он не защищен. Просто ударяемся стеночкой. Этот урон блокируется. И Алекстраза добиваем. Вот так вот, лишив босса основного его оружия. То есть, лишив босса каких-либо пушек. Можно его легко выиграть. Пассивка, обилка просто не о чем она становится. И Матушка Шахрас, по сути, проходится практически даже любой бюджетной колодой. Где есть Слизнюки, есть Кобальды Вороватые, есть Корсары, есть Молодые Филевары. Таким образом, босса легко пройдется даже, я думаю, любой колодой. Ну а Леди Вайш мы с вами пройдем в следующем видео. Чтобы ничего не пропустить, обязательно подписывайтесь на канал. И до скорых встреч в следующих видео. Всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok